Третий день войны. Всего третий, а Минск уже охвачен огнём пожаров. Массированный бомбовый удар немецкой авиации по центральным улицам поверг минчан в шок и растерянность. Одни бегут на восток, другие не бегут, потому что им некуда бежать. А третьи не думают спасаться. Они по-прежнему уверены, что партии правительства позаботятся о них, что-то сделают. Ведь не может светлое будущее, которое уже стучится в дверь и вот-вот должно наступить, не может это светлое, долгожданное будущее рухнуть вот так запросто за три дня. Ведь уже выросло поколение, которое ждало его всю свою жизнь. 17, 18, а кто-то и 20 лет. Но власть, на которую возлагали надежды, молчала. И от этого людям становилось страшно. Абсолютное большинство граждан СССР узнали о начале войны только из выступления Молотова. Германские бойца! Война, о которой шептались в кулуарах, всех застала врасплох. Наши военные отступали. Так было их жалко. Они все издерганы, все измучены. Ну, естественно, нам надо было им попить дать. Помогали, давали одежду, чтобы они переодевались. Даже давали женские юбки, платочки, чтобы молодые мужчины, чтобы было не видно, потому что расстреливали тут же их немцы. В этот день все радиопередачи прекратились. И в эфире звучала только одна фраза. Городу Минску дан сигнал воздушной тревоги. Пономаренко приказал его не беспокоить и никого не впускать. Занят. На самом деле просто не знал, что делать. Первый секретарь ЦК Компартии большевиков Белоруссии пребывал в растерянности. Врага не остановили и не отбросили. И не стали бить на его же территории. И все планы мобилизации не понадобились. Не понадобились вообще никакие планы. Враг бомбил столицу Советской Белоруссии. Вариантов развития событий сотни. И от их прокручивания навалилась свинцовая усталость. Распоряжение эвакуировать архив ЦК не отдано, а теперь и невыполнимо. Обвинят в преступном бездействии. Но когда началась война, я помню, такое состояние было, что, знаете, чужой земли мы не хотим ни пяди, что война будет на чужой территории. И мы еще верили в то, что этого не случится. Пономаренко решился позвонить Сталину. Разрешите эвакуацию государственных ценностей. Сталин, удивившись, спросил, не рановато ли? Пономаренко побледнел. Может, поторопился? Тогда это паникерство. Наверное, доложили, что семьи уже эвакуированы. Но хозяин помолчал и разрешение дал. Значит, все. Война полным ходом. Пономаренко вытер вспотевший лоб. Ошиблись. Как чудовищно ошиблись. Случись такое лет пять назад, подобный вопрос, может, и не возник бы. Почему нельзя говорить о полной неготовности? Это потому, что советские войска, в том числе западного особого военного округа, лишь по численности личного состава уступали ударной группе армии «Центр». Что касается количественных, по крайней мере, характеристик, артиллерийских систем, один к одному. Что касается количества танков, самолетов, то вовсе большинства не было на стороне немцев. А наоборот, по количеству танков, по количеству самолетов, в общем-то, только западный особый военный округ, он превосходил группу армии «Центр». Армия не готова к ведению крупномасштабных операций, а противостоять противнику может только в так называемой «Малой войне». Об этом в статье «Военная доктрина и Красная армия» писал Михаил Фрунзе. Если подготовку к этой «Малой войне» проводить планомерно, то можно создать для противника такую обстановку, в которой он потерпит крах. К концу 20-х годов сложилась такая доктринальная установка о ведении войны на своей территории малыми силами, ведении «Малой партизанской войны». И к этому, собственно говоря, готовились. И для этого были основания. Поскольку тогда, когда рассчитывали основные параметры того, каким образом и с какими коалициями придется воевать, то, естественно, было понятно, что перевес был явно не на стороне тогда Советского Союза. Взяв за основу теорию ведения «Малой войны», нарком по военным и морским делам вместе с председателем ВЧК Феликсом Дзержинским разработали военную доктрину – оборонительную. В западных районах Белоруссии, Украины и Ленинградской области перед недружественным капиталистическим миром начали создавать особые эшелонированные рубежи обороны. В их основе бетонные сооружения, сгруппированные на отдельных участках обороны – укрепленные районы – УРы. По всей полосе УРов предусматривали создание особых учебных центров – партизанских школ. Приобреталась специальная техника и вооружение для ведения борьбы во вражеском тылу. Илья Сталинов. Записки диверсанта. В 1932 году наша оборона на западных границах зиждилась на использовании и формировании партизан. Войска противника, перейдя государственную границу, должны были напороться на укрепрайоны и увязнуть в позиционной войне. В это время на оккупированной территории партизаны начинают организованное сопротивление и перерезают противнику коммуникации. Через некоторое время, лишившись свежего пополнения, подвоза боеприпасов и продовольствия, войска неприятеля вынуждены будут отступать. Рядового Красной армии Костю Полховского поселили во временном бараке, недалеко от строительной площадки. Можно сказать, выделили из общего числа военнослужащих. Во-первых, 20 километров до границы, а объект секретный. Во-вторых, и автомобиль доверят не каждому. Костя же водитель ответственный, комсомолец, имеет первый разряд ГТО, значок «Ворошиловский стрелок». Он подвозит строительные материалы от товарного состава на общий склад. Дальше их везут другие. Однажды мужчина в штатском, но с выправкой, улыбчивый, приветливый, пригласил Костю поговорить. Сразу дал понять, что знает о нем все, что нужно, и предъявил удостоверение. По его мнению, молодой боец Красной армии годится для выполнения более ответственного задания. Видный чекистово времени – кадровый военный Артур Спрогис. Он выпускник высшей пограничной школы. После учебы на специальных разведывательно-диверсионных курсах направлен в Минск с большими полномочиями. Спрогис сразу берется за дело. Вскоре уже действуют специальные военные школы. Обычно на окраине, под видом различных обществ – пчеловодов, лесников, собаководов. По сути, курсы. И потому все обучаемые – курсанты. Спецшколы имели хорошие мастерские, лаборатории, а некоторые располагали закрытыми тирами и небольшими полигонами, на которых можно было устанавливать и даже подрывать мины и заряды до одного килограмма. Для того, чтобы подготовить этот партизанский спецрезерв, для того, чтобы сделать это все только лишь на территории Беларуси, было вложено очень много сил, таланта, средств. Были подготовлены шесть отрядов тогда по областям. Работа велась как НКВД, до этого ОГПУ и ГПУ. Здесь спецбюро, в частности, в Беларуси работало. Костя Полховский, будучи зачисленным в курсанты спецшколы, получил подпольную кличку «Коваль». Теория по свеженькому, только что изданному учебнику. Взрывчатка, детонатор, часовой механизм. Он и не подозревал, что можно изготовить мину самому практически в домашних условиях. Есть мины замедленного действия или нахальные, установка которых на железнодорожном полотне занимает менее 30 секунд. Специальную угольную мину можно сделать из стола так, что ее невозможно отличить от куска каменного угля. А кроме взрывного дела, маскировка, ухода, преследования, выживания в лесистой и заболоченной местности, в спецшколе не только наше, но и иностранное оружие. После выпуска Константин Полховский – потенциальный партизан, владеющий многими тонкостями диверсионной деятельности. В каждом учебном пункте обучалось не менее 12 человек. Все имели псевдонимы. В одной из таких школ прошел обучение и легендарный комбриг Василий Корж. Его подпольный псевдоним – Комаров. Заведующего сектором Пинского обкома Компартии Белоруссии Василия Коржа срочно вызвали на работу. Пришел к первому секретарю обкома, а тот ему сказал, что что ты, какие партизанские отряды, ты о чем? Сейчас наша могучая Красная Армия наступательным ударом отбросит этих ублюдков за бок, и все будет нормально. Вот назовем твой отряд пока истребительным. Корж про себя и сказал, черт с вами, хоть истребительным, хоть каким, все равно партизанским. Поздно вечером работники военкомата привезли оружие. Винтовки, патроны, гранаты. Молодой боец отряда, комсомолец Эдик Нордман, получил винтовку выпуска 1896 года. 90 патронов и одну гранату. Свой боевой отряд Корж увел в лес. Искали довоенные схроны, но ничего. Либо пустые, либо разрушены. Доигрались. А ведь их закладывали сотнями. Стандартное содержимое. Запас продовольствия на несколько дней. Соль, сухари, чай. Предметы первой необходимости. Алюминиевая кружка, котелок, спички. Теплые вещи на зиму. Телогрейки, шапки, ушанки, рукавицы и лыжи для быстрого передвижения по глубокому снегу. Рассчитан схрон на небольшой отряд численностью 5-6 человек. Оружия и рации нет, они в других местах. После обучения в спецшколе, начиная с лета 1931 года, на каждого подготовленного диверсанта загладывался один или несколько складов с оружием, боеприпасами, минно-подрывными и поджигательными средствами. Это потом Корж Василий Захарович, вспоминая науку спецбюро и те закладки материальных и других средств, которые он делал. Вот он по реке Случ ходил, это Эдуард Болеславович Норман, генерал-майор, потом вспоминал, рассказывая нам. И нет, тщетно, все было буквально тупо, изничтожено, ничего абсолютно не осталось. А в первые дни это, ох, как было нужно. Неготовность к войне, она была относительная. Наши войска, они еще, в общем-то, разворачивались вдоль границы. Естественно, что развертывание вооруженных сил происходило. Естественно, что оно происходило с учетом того, что военная опасность, она возрастала. Но вот это развертывание, оно полностью произойти не успело. Можно говорить о том, что в полном объеме бы наши войска развернули бы свои, скажем так, порядки, где-то не раньше середины, может быть, конца июля 41-го года. Пройдя начальный курс обучения, Костя Полховский уже может сдавать первые экзамены. Он задействован в учении, организованном руководством ОГПУ для всех подразделений будущих партизан. Отрабатывались навыки минирования железной дороги. По условному сигналу Костя с напарником, курсантом спецшколы Потопчуком, покинули укрытие и перебежали к железнодорожному полотну. На наблюдательном пункте уже засекли время. Курсанты должны в считанные минуты установить взрывное устройство. На морозе не слушаются руки. Никак не удается соединить запал со взрывным устройством и привести мину в исходное положение. В мерзлом грунте тяжело сделать углубление, чтобы хорошо замаскировать адскую машину. Контрольное время истекло, но Костя продолжал скалывать ножом грунт. Наконец, мину удалось установить. Все уже было, можно сказать, создано. И созданы эти самые укрепленные точки, отряды, соответственно, места базирования, их отработана тактика. И, в общем-то, была подготовлена масса народа достаточно профессионально в этом плане. В начале 1936 года наркомобороны СССР Климент Ворошилов громогласно заявил, мы не только не пустим врага в пределы нашей Родины, но будем бить его на территории, откуда он пришел. В стране изменилась военная доктрина. Отпала необходимость в подготовке к оборонительной войне. Ни в коей мере не допускалась война на собственной территории. Товарищ Сталин сказал, ни пяди земли своей не отдадим. И фильм был «Если завтра война», где вот под Залихватский марш братьев покрас, на слова Лебедева-Кумача, как раз-таки и пелось «Если завтра война», «Если завтра поход», «Если темная сила нагрянет». В это время многие из тех, кто начинал формировать партизанское движение, были на Испанской войне. Артур Спрогис по возвращении немедленно написал эмоциональную докладную записку. «Около восьми лет я занимался подбором людей для партизанских и диверсионных групп, руководя ими и непосредственно участвуя в организации диверсионных актов в Испании. По возвращении за границы на практике я встретился с недооценкой этой работы неоднократными случаями недоброжелательного отношения к ней вышестоящих лиц. В БССР всякими правдами и неправдами ушли такие работники, как Гринвальд, Орлов, Ваупшасов. Люди, которые имели богатый партизанский опыт в прошлом. Сталин опасался, что в стране слишком много специалистов, владеющих тактикой и техникой диверсии. Сам в прошлом боевик, совершивший множество эксов, он понимал, что при хорошей организации это мощная сила. В одночасье исчезло из оборота понятие «советский диверсант». Осталось только «диверсант вражеский». Партизаны – это же потенциальные диверсанты, шпионы, террористы и убийцы. Как тогда говорилось? Что каждый коммунист должен чувствовать себя чекистом. Разоблачил шпионы, значит, можешь спать спокойно. И вот эта обстановка шпиономании, нагнетаемой сверху, как говорится, органы НКВД, они исполняли приказ, была знаменитая «тройка» и особое совещание, куда входил первый секретарь обкома, прежде всего прокурор, и затем начальник или соответствующий сотрудник НКВД. И так до этой иерархии, до самого верха, до Иосифа Виссарионовича Сталина. И вот эта вот работа была самым таким, я бы сказал, насильственным образом свернута. В это время репрессированы многие работники Генштаба, НКВД, секретари обкомов, которые в начале 30-х годов занимались подготовкой к партизанской войне, а также командиры Красной Армии, имевшие специальную партизанскую подготовку. Была ликвидирована сеть партизанских школ, отряды и группы расформировались. Многие рядовые члены спецформирования были арестованы или раскулачены. В первую очередь, золотой фонд диверсионной работы. Иммигранты из западных государств, подготовленные для действий в странах вероятного противника. Чудом уцелели лишь те партизанские кадры, которым довелось принять участие в первой вооруженной схватке с фашизмом. Станислав Ваупшасов, Николай Прокопюк, Илья Старинов, Кирилл Орловский, Василий Корж. Артур Спрогес тоже воевал, но его спасло не это, а поступление в Академию имени Фрунзе по личной рекомендации наркома обороны Климента Ворошилова. Заступничество Ворошилова спасло и Илью Старинова, преподавателя Киевской спецшколы. В конце 1937 года он обвинялся во вредительской деятельности по заданию арестованных тому времени Якира и Берзина. Василий Корж в 1938 году ненадолго приехал в Слуцк и тут же был арестован. Ему инкриминировали шпионаж в пользу Польши. Но через полтора месяца неожиданно освободили. Скорее всего, определенную роль сыграла публикация в газете «Правда» указа о его награждении орденами Красного Знамени и Красной Звезды за боевые заслуги в борьбе против испанских фашистов. Костя Полховский ни с кем из революционных полководцев в дружбе не состоял, наград заработать не успел. Однажды люди из НКВД без объяснения его арестовали и тут же на глазах у родственников обыскали квартиру. Забрали некоторые книги, все письма. Изнурительные допросы и пытки длились днями и ночами с 11 часов утра до 6 часов вечера и ночью с 9 вечера до 6 часов утра. После месяца истязаний Костю Полховского расстреляли прямо там же, в следственном изоляторе НКВД. Лаврентий Берия после инспекционной поездки по укрепрайонам написал пространное заключение. Бетонированные оборонительные сооружения не боеспособны. Не готовы? Будем совершенствовать. Ответили в Наркомате обороны. Генеральным штабом РКК и военно-инженерным управлением был разработан комплекс мер по ликвидации отмеченных недостатков и до вооружения укреплений. Этот план так и остался невыполненным. 28 июня штаб Западного фронта и все партийное руководство уже переместилось в Могилев. Минск заняли части вермахта. В тот же день отряд Василия Коржа организовал засаду на тракте «Логишин-Пинск» у Рябова моста в районе деревни Пасенече. Когда на дороге появились три легких немецких танка, инструктор горкома партии Солохин связкой гранат вывел из строя первых. Два других от боя уклонились. Этот бой под Пинском стал первым партизанским сражением Великой Отечественной войны. Во всяком случае, он полностью подтвержден свидетельствами с советской и документами с немецкой стороны. У пленных немцев нашли планшет с карты и добротный блокнот. Его и автомат калибра 9 мм Корж оставил себе как трофей. В немецком блокноте он будет вести записи с 4 июля 41-го по ноябрь 42-го года, а с автоматом не расстанется вплоть до лета 44-го. По отдельным воспоминаниям, в тот же день в Жабенковском районе приняла бой партизанская группа Чернака. Но подтвердить этот факт никто не взялся. А сам Чернак погиб в 1942 году. Уже Волбшасов с горечью писал в своих воспоминаниях на тревожных перекрестках о том, что да, конечно бы, эти 6 отрядов партизанских, которые были до войны и могли бы быть сформированы в первые дни Великой Отечественной войны, не остановили бы врага полностью на дороге его, буквально такой, я бы сказал, триумфальной к Москве, но во всяком случае задержать бы на солидный промежуток времени, сковать его наверняка могли бы. Пока Василий Корж формировал свой отряд, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко уже слал в Москву сообщение за сообщением. На Полесье, в каждой деревне и в каждом колхозе есть свой партизанский отряд. Настроение белорусов патриотическое и боевое. Колхозники умоляют дать оружие, просят забрать всех в армию. Оружия, конечно, очень мало, командование не выделяет ничего, так как запасным полкам не хватает. Колхозники достают его, убивая немцев и подбирая брошенное. В захваченных немцами районах Белоруссии созданы организованные партизанские отряды, в которых насчитывается свыше 1 тысячи человек. Исправлено 3 тысячи человек. Кроме того, на оккупированных территориях оставлены подпольные ячейки. Сейчас они обросли и выросли в десятки раз. Лишь последнее было частично правдой. Пономаренко действительно отправил в тыл для организации подполья и партизанских отрядов часть партийного актива. Кто его мог тогда проверить? Кто мог рискнуть написать Сталину? Возможно, эти гипертрофированные, вымышленные доклады летом 1941-го сохранили Пономаренко жизнь. Вы знаете, для того, чтобы объяснить причины малочисленности партизанских отрядов в 1941 год, сказать, что это была обстановка, скажем так, неразбериха, что это была очень трудная обстановка, это, наверное, ничего не сказать, поскольку одновременно тут эвакуация и боевые действия, и призыв в армию, кого можно призвать, и создание истребительных батальонов, и попытка вот в этом хаосе как-то создать еще какие-то партизанские структуры, естественно, обрекало их на то, что, в общем-то, они заведомо будут, ну, на первых порах, там, можно было предположить, слабыми, да, там, немногочисленными. В конце июня Сталин поручил комиссару первого ранга Мехлису, как члену военного совета, срочно отбыть на Западный фронт и детально разобраться, кто там еще, кроме Павлова, виновен в серьезных ошибках. Для роли дознавателя Мехлис годился, как никто другой. Где проходил товарищ с высоким классовым чутьем, там всегда оставался кровавый след. С присущим ему рвением он сразу же развил бурную обличительную деятельность и на Западном фронте. Вскоре были арестованы начальник штаба Климовских, заместитель командующего ВВС фронта Таюрский, начальник артиллерии Клич и другие. Под докладной запиской стояли фамилии Мехлиса, Тимошенко и Пантелеймона Пономаренко. 29 июня 1941 года в Москве принята совместная директива Совнаркома Союза СССР и ЦК ВКПБ партийным и советским организациям при фронтовых областей. В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи, телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов и обозов. 3 июля эта директива озвучена Сталином в его обращении к советскому народу. Корж услышал ее случайно по захваченной у немцев радиостанции. Но вот и хорошо, по крайней мере, после войны не расстреляют. Субтитры создавал DimaTorzok